Всем привет! Вы на канале Велстрана Обзор и с вами Семен Трухин. Сегодня познакомимся с велосипедом от России с компанией Stealth, модель Navigator 900 MD 2021 года. Данная модель велосипеда относится к категории трекинговых велосипедов начального класса. То есть по своему целевому предназначению эти велосипеды рассчитаны на то, что вы эксплуатируете их при каких-то не самых спешных поездках и преимущественно эксплуатируете их в городе. Также предполагаются какие-то легкие выезды по пересеченной местности, к примеру, эксплуатация на даче по каким-то грунтовым дорогам или по тропинкам в ближайшем парке. Ну и давайте углубимся более подробно в нюансы комплектации данной модели, чтобы вы могли с ней лучше познакомиться. Начать нужно, конечно же, с рамы велосипеда. В случае Navigator 900 рама идет у нас из стали. Также здесь идет рулевой стакан под полуинтегрированную рулевую. Нужно отметить тот факт, что здесь не самые примитивные стальные трубы, то есть не обычные круглые в своем сечении, а оно переменное. И это дает раме дополнительных характеристик в плане жесткости. У данной рамы отсутствует внутренняя проводка тросов, поэтому все тросы и рубашки располагаются внешне. Также отсутствует съемный кронштейн крепления заднего переключателя, который можно встретить на алюминиевых рамах. Здесь он, в принципе, не так важен, поскольку на стальных рамах петух можно, в принципе, выправить, если у него нарушилась геометрия. Кроме того, у данной рамы присутствует на нижней трубе крепление под аксессуары в виде флегдержателей или, к примеру, компактных велонасосов. Заднее колесо здесь крепится у нас под эксцентрик и стандартной шейновтулки 135 мм. И отсутствует крепление под багажник. Следующий важный узел, без которого нельзя представить любой современный велосипед подобного типа, это амортизация. Здесь она идет от компании Zoom с небольшим кодом на 60 мм и амортизатор, в общем-то, самого простейшего типа, обычный пружинный. При каких-то регулировок у данного амортизатора, в принципе, нет. И главная задача подобных амортизаторов, это просто гасить какие-то совсем жесткие удары. Ну, к примеру, когда вы съезжаете с бордюра в городе. Далее давайте посмотрим на колеса этого велосипеда. Здесь они самого большого размера 29 дюймов. Также здесь у нас достаточно интересное дизайнерское решение, потому что задний обод у нас идет такой салатовый под цветовые вставки велосипеда, а передний идет чисто черный. Обода эти алюминиевые, у них двойной профиль, то есть здесь все по-современному. Втулки идут стальные с трехэлементным составным корпусом и они на нацепном подшипнике. Покрышки здесь идут достаточно узкие, но, тем не менее, с грунтным зацепом. Ширина покрышки 1,95 дюймов, а протектор подойдет как под асфальтированные покрытия, так и под плотные грунтовые дороги. Конечно же, нужно разобраться и с переключением передач. Здесь трансмиссия идет с диапазоном 3 на 7, сзади у нас установлена трещотка, а за механизм переключения передач отвечают компоненты от компании Shimano, что, безусловно, хорошо, потому что на многих велосипедах в подобном ценовом сегменте вы можете встречать комплектующие компании Microshift или компании L2. Они, конечно, неплохи, но Shimano выглядит все-таки более таким весомым и серьезным производителем. Задний переключатель, передний переключатель и моноблоки на руле – все от компании Shimano. Система штанов здесь идет стальная, с карточной кареткой под квадрат и, соответственно, с тремя ведущими звездами. Также есть защитная накладка на большую звезду. Нужно упомянуть и тормоза. Данная модель имеет индекс MD в своем названии, и это обозначает, что данный велосипед поставляется с дисковыми механическими тормозами, в комплекте с тормозными дисками на 160 метров спереди и 160 миллиметров сзади. Это, в общем-то, среднего класса тормоза, то есть они чуть получше, чем об одной тормоз, но менее эффективны, чем гидравлика. Тем не менее, очень простое обслуживание имеет механический тормоз за счет того, что вам нужен разве что шестигранник. Переходим к рулевому управлению и седлу данной модели. Рулевое управление у нас идет достаточно узкое, шириной на 640 миллиметров. Также руль здесь выполнен из стали и имеет небольшой подъем, чтобы посадить вас в более комфортную, расслабленную посадку. Вынос идет достаточно длинный, его длина 90 миллиметров и у него ярко выраженный подъем на 6 градусов. Седло здесь у нас идет анатомической формы, но такой трекинговой направленность, потому что имеет ярко выраженные мягкие вставки для повышения вашего комфорта. Подседельный штырь стальной и с не самым современным зажимом рамок седла на гайках. Последний штырь в комплектации любого велосипеда это, конечно же, аксессуары. Во-первых, в комплекте присутствуют педали, они у нас пластиковые платформы, достаточно узкие на насыпном подшипнике. Также у велосипеда в комплекте есть подножка с центральным крепежом, на которой велосипед устойчиво держится. Но в завершение хотелось бы отметить, что у компании стелс получился сбалансированный велосипед начального класса. И главное достоинство таких велосипедов это, пожалуй, то, что у них достаточно комфортная расслабленная посадка и у них привлекательный современный дизайн. Потому что, думаю, вы согласитесь, что велосипед выглядит не так уж и просто, и выглядит ничуть не хуже, чем более дорогие модели разных других брендов, не только компании стелс. Ну а если вы хотите еще более подробно познакомиться с данной моделью, посравнить ее вживую с конкурентными моделями, примерить велосипед под свой рост, то, конечно же, приходите в любой из магазинов Велострана, где вы также всегда сможете получить грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.